Постоянно жалоба была у Кирилла на Андрея. Постоянно, даже в щепкой зубах разговаривал. Он жалуется на тебя, что ты плохо работаешь или разговаривал? Разговаривал просто. Разговаривал даже со щепкой. То есть это первое предупреждение, ты его не понял. Почему разговаривал? Не знаешь, да? Ты хорошо разговаривать уже умеешь, да? Да. Ну-ка давай за мной, повторяй что-то. Ехал грека через реку. Ехал грек через реку. Сунул грека в реку руку. Сунул грека в реку руку. Рак за руку, греку сам. Ехал Греха через реку, сумму Греха в ротку руку Греху забрал сам Ну давай, говори Давай, подходи вверх Я ничего не буду Это раз, два, три Давай по-английски One, two, three One, two, three Давай по-французски One, two, three А можно по-казавски сделать? Давай Мы что будем делать? Значит, он оправдал себя, другого наказания не будет Он разговаривает хорошо, оказывается Тогда в рот будешь брать две щепки Смотри Так, палочки там, которые лежат на бачке Вы их сразу берите, говорим мы Вы учитесь размышлять Так, теперь От Кирилла жалобы сделай его достойным воином Вот мы вчера смотрели фильм «Фарпост» Прекрасный фильм Но они не показали, как дети работают Они не могли этого показать Почему? Они не работают А я знаю, чем это закончится То, что они любят детей, строят храмы Все прекрасно, но храмы эти В одном месте седьмой храм строят Ясное дело, что никому это не нужно Храмы в первую очередь будут отняты Я не... Сохрани бог, хули тебе что-то Его уже поставили епископом Он теперь епископ Лонгин И он единственный на Украине Выступил перед народом к матерям и сказал Не отдавайте детей в армию Не воюйте против русских Он не побоялся никого этих палачей, которые убивают Это Михаил Жар За него все время надо молиться Я даже говорил о том, как угнетают сельского труженика Какой-то немец приехал тут Законно получил землю и работал Кормить Россию Не дают Мы не знаем его имени Я потом постараюсь узнать Мы о нем будем молиться все время Чтобы Бог его сохранил Этих людоедов отвел от него Я не знаю, ужас какой-то напал на меня вчера Мне хотелось прямо Игорь ехал остановиться И там сидеть всю ночь и плакать Этого не было Даже при Сталине не было Определенных брали Здесь подряд всех рубят Там брали кто зажиточный Никакой сейчас всех подряд Чтоб страна опустела Еще президент про это не знает Во время царя было как Там одесский погром евреев Да царь бы дал указ еще где-то что-то случится Да министра висеть будете на березе Все прекратилось бы сразу Говорили Вы евреи Вот я придел на место Учиться нельзя Не дай Бог случится революция Это министр внутренних дел Вид как говорил Все евреи потянутся в революции Так и случилось Это еврейская революция 150 человек едет с Лениным Примерно 138 евреев Все ведущие места Это Свердло по Тони Не Свердло Там Янкели Разные другие фамилии Почему не прислушались к умным словам? Мы это знаем Мы должны молить Мира у Бога Не против евреев Не против коммунистов Не против фашистов Мы за них Чтобы они обратились Покаялись Чтобы в сердце не было никакой вражды А вы друг друга щелкаете Тыщите палочками Ничем друг друга не задевайте Никогда К другу подходишь А пусть руки пошла Понятно, нет? Да Теперь я скажу Если кто-то кого-то обзовет Увеличит наказание в два раза А ударит Это в три раза Я выжгу эту заразу Русский человек уничтожает друг друга Они там не показали Ну дед приехал с подарками Это прекрасно А у вас взаимоотношениях то какое? Да Поженились в пятеро Почему дальше не говорят Что четверо уже разлились? Это надо все показать народу Почему? Вот здесь заложите Вот сейчас А только целоваться Это конечно у нас лагерь Не может потянуть Вот этот который глухонемой И слепой Мы его не потянем Они достойны всяческого уважения Эти люди Сняты первоклассно Но дальше они еще и показать не могут Чем это закончится Мы можем сказать Почему? Потому что у них опыт 2 года У нас 44 года Дети которые приняли то что мы говорим У них совершенно другая жизнь Они как мученики в этой жизни идут И как герои веры В армии на наших ни одного нет в бедовщине Ни одного И где они служат? Вот он Алешка Кустинов Который приезжал на его тепельку Пирожки привозил Служил в президентском полку Второй его брат Который здесь вот Он служил Это Илья Андреев Сейчас я могу ошибиться В дивизии Дзержинского В Германии Он не воевал Ничего Но они присягу приняли Я просил Говорил Показывал Но не поступили по своему Бог миловал Они никого не убили Понятно? Настройтесь на то Сейчас только поедите Сразу же все в западах И все мы уходим в поле Илья Стихнович На нарушение Давай Давай Ваня ударил Кирилла Палкой по ноге Давай сюда Выходи Арсений ткнул Ваню Твоя реакция пошла Самые тихущие Только один Боевой Вроде бы Кто изначал? Кирилл ткнул меня палкой Я повернулся Я не тыка Ой Арсений ткнул меня палкой Я повернулся Вижу Кирилла давно смеется Я подумал что Кирилл ткнул меня палкой Я поэтому тоже вот идем палкой Арсений тихо стоял А если бы не палка была А был пистолет Ты подумал его пристрелил? Я не пристрелил бы А он не виноват совершенно Так Первый кто начал? Ты? Да Понятно? Тихо Момуйте Тихо Говорят Что? Жертвы 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 Сейчас они живут У меня в лагере такие были Вот такие похожие даже Так Стой внимательно Не горбать Нигде не участвуют Вот какая игра какая, вот ты сидел здесь на скамейке, в футбол играть в крючок, на ходулях в крючок, иди поиграй там на качелях в крючок, тебя нигде нету. Ты на скамейке сидишь и гниешь в связах твоих. Они точно такие же были. Два брата. Я их не могу с места струнуть, они вот такие вот сидели. Ну вот у нас был один Сережа Краснов, он чем-то, конечно, намного больше, он почти такого роста. Ну, боевой, спортивный такой, ну, вышел и что-то там задержался за столом. А Нина жёл, наверное, говорит, тебе может ещё охота есть? А ему, видимо, при всех неудобно было сказать, он молчит, ну, я тебе положу ещё плов, плов рыбный, хороший, рисовый. Хорошо. Ну, ну, я ему наложила чашку, он здоровый, крепкий, спортивный. Он сидит и ест, вот эта тихушка такой, проходит мимо. Обжора. Не наестся. Он ничего не сделал, прошёл, а тут ни слова не говоря. Доел, утерся, подошёл ему и смазал. Он ему зубы прочистил. Этому тихушки-то. Конечно, ударили в колокол, Серёжа я наказал. Вот так, как ты его обозвал, тебе пять, а ему семь. Но я тебя на другом месте захвачу. На завтра он другого укорил. Не хитрый. Яд змеи под языком. Но он поехал отсюда уже другим. Даже этот, который так поступал. Почему? А там могли они сделать, где мы смотрели порпус? Нет, они детьми не занимаются. Они поиграли, мячик побросали, разошлись. А мы делаем разборку, чтобы был другой человек. У нас строительство не храмов. Вы храм Бога Живого. Мы не видели, чтобы детям читали Евангелие. Мы не увидели нигде этого. Да, есть силы, они работают. Крепкие мужики, не женаты. Ещё им не работают. Они умеют работать. Ну и наши хлопцы как работают. Посмотри, как на потене работали. Все работают. И сегодня пойдём. Мы мгновенно откликаемся. Понятно? Здорово, поднял. Здорово. Здорово. Ну давайте поприветствуем. Потом вернёмся назад. Доброе утро, Лиза. Доброе утро. Бегом. Бегом. Раз. Что стоишь? Вот. Если фильм ставить, у нас о лагере поставленный фильм. Мы его посмотрим. Но он снятый. Оригинал нам не дали. Мы его сняли из интернета где-то. Там плохое качество. Но видно кто где. Видно где голова, где ноги. О нашем лагере снятых. Три фильма. Три фильма. Три. Три. Не один. Государственные фильмы. Это сейчас любитель любой может. А тогда не так. Свердловская киностудия. Документальный фильм. Красноярский периал. Один фильм называется «Второе крещение Руси». Второе крещение или «Глаз вопиющего». Это они меня так назвали. Это один фильм. Второй фильм называется «Златоустын потеряем». Первое место в России. И один фильм «Три чувства». Первое место на международном киноконкурсе. Это чего-то стоит? Вам показать эти фильмы? Да. Они не больше 45 минут. Это документальный фильм. Когда мы вернемся, мы посмотрим. Так. Выйдите, кто друг друга обижали. Видите? Вы попали где-то так, что воскресенье, у нас наказания нету. Ради Христового воскресенья. Как наказать вас? Мне даже уже неудобно. Прошло время вроде... Зачем ты это сделал? Ну, он сушал. Ты оправдываешься, что ли? Я ждал другого. Барашку не надо. Железка какая-то. Пока ты дожуешь до железки, а потом подавишь. Понимаешь, ты провоката. Самый настоящий. Они стояли. Сунул туда. Ошибки не тебя ударили. Вот здорово. Я его сунул, а он ему, значит, дал. Вообще-то молодец. Как у тебя получилось плохо? Это почему по телефону бабе не говоришь? Сегодня по телефону все должен сказать. Или я расскажу. Это кто тебя таким воспитал? Ты начни работать над собой. Вот это фарфос будет. Фарфос это передовое сооружение от неприятеля. Сегодня же чтобы они знали это. Знали о чем молиться. Они будут молиться, чтобы только ты не уехал. Ты другим уедешь. Но за это ты должен попросить бабу и маму. Сообщишь по телефону? Все, поплыл. Я тебя не наказываю, еще только говорю, и тебе уже ничего не остается. Это необходимо им знать. Вот так, чтобы сделал, а другого наказали, и ты в это время сам не подошел, не извинился, не заплакал. Вот о чем надо было плакать. За тебя один другого чуть не ухлестал. А ты не подошел даже. Тут еще глубже язва, намного глубже. Значит, первое, что по телефону, расскажешь сам. Первые слова. Я совершил очень важный проступок в лагере. Я спровоцировал драку. Я наказан был справедливо. Нарушил порядок, когда ты не разговаривал. Ты должен выжить из себя это. Сейчас о чем плачешь? А ты сказал, Бачок, почему я не такой как все? Почему моя совесть не заговорила обо мне? Вот только о чем можно спаркать. В форпосте этим заниматься не буду с этими. Вам понятно, что я говорю? Нет? Да. Это совершенно не христианский поступок. А когда ты с бабой спешил, мы тебя записывали в лагерь, мы спросили верующих. Мы тебя брали как христианин. А у тебя первое качество нарушил, устав, не христианское. Второе откнул, не христианское. Третье, что он на него пошел, не христианское. И ты не извинился, не остановил. Я извинился. Но перед кем? И звони. Ты в первую очередь должен был ему сказать, а потом воспитателям. Ты должен был сразу всех призвать на молитву весь лагерь. Зови всех на молитву, а тебя молиться сейчас будем. Скажи, давайте помолимся обо мне, чтобы из тебя это вышло все. Чтобы ты был настоящим мужчиной, христианином. Попроси. Иди сюда. Давайте помолимся обо мне. Хорошие слова. Ничего не надо. Это пройдет. Это нервный тих, потому что тебя так воспитали. Ну-ка иди сюда. Покажу. Иди. Так, я вопрос задаю сейчас. Вот представьте, вы можете представить, что он так себя ведет? Нет. Чтобы он плакал, стоял. Неизвестно за чего. Его еще не видно, что ли? Он уже сегодня боец. Он нарушитель, да. Но в нарушении этом у него кроется энергия. Я ее направлю в нужное русло. Здесь я ничего не могу направлять. Кисель, сопли. Вы сами смотрите маленько и соображайте. О чем мы говорим? Вот это форхоз растет. Это мы русские, мы Россия. Какая мы Россия-то? Размазня? Сейчас будем молиться. Он попросил молиться? Встань на место, помолимся, потом еще выйдем. Господи Божий наш, слава Тебе. Отец Небесный, коснись нас Духом Твоим Святым, чтобы исполнять волю Твою Святую, чтобы мы не творили то другому, ближнему, чего не желаем себе. Умудри нас во спасение. Благослови Арсения, родных, и маму, и бабушку, чтобы они помогли ему в этом стать другим, мужественным, сильным, крепким, совестливым. Тебе, Боже, слава, Отец Небесный, Святой Дух. Аминь. 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 Так, теперь еще вопрос. Арсений, выйдет. Тебя я должен наказать за провокацию крапивы. Ты боишься? Он боится. Боится? Аминь. Внимание. Стоять, смотри. Так, разговоры. Руки достань. Руки достань. Руки достань. Сейчас, смотри. Она тоже жгет, но ничего особенного нет. Я возьму голову на краме и на руку жгет, и еще не копал повреждений. Боишься или нет? Не боится. Так, кто хотел за него взять наказание на себя? Посмотри, какие патриоты. Так, о! За то, что такие смелые, все отменяется. Смотри. Лоточки, за стол. Так, еще по поводу разговора. Да. Во время работы сегодня утром. Щепки вот я давал Ване. Он вынимает щепку и продолжает говорить. Это никуда не годится, Ваня. Ваня, это абсолютно не годится никуда. Я говорю с тобой. На разговоры решаешься первого. Еще и Ваня Михайлович, он так жестоко ударил Кирилла, а только крикнул. Поэтому это без внимания нельзя оставлять. Я не жестоко ударил. Он аж крикнул и согнулся. Вот так стоит. Я говорю, а что ты согнулся? Это я не имею права простить. Даже права у меня нет такого. Родители мне отдали детей. Я им обещаю 100% защищенность создать. А представься, ты косточку раздробил или что, до палки ударишься. Ну хорошо. Написано у нас в Евангелии. Не делай движнего того, чего тебе не желаешь. И тебе бы другой навернул так. Тебе понравилось? Ну, видишь, это, Виктор Николаевич, он сильнее тебе. Не писал тебя. Страх бабахает. Куговки отлетели. Все, вопрос пришел. Все, обязательно приняк. Нет, я вам пили больше. По костяшке можно ударить так, что мало не покажет. Спасибо, надо было. Я думаю, что я пили больше ударил, а я пили больше. Я вообще, он в билях, как-то в классе. Да, это история так. Ваня, тем более, это додумался. Ваня, так, подожди, я разговариваю. Все молитвы, пошли. Иди. Молимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Святая Богородица, спаси нас. Все святые, молите Бога о нас. Господи, благослови Иоанна. Разуми Его. Удали всякую нечистоту из Его сердца. Научи, Господи, его любить ближних. Тебе слава за все. Веки веков. Аминь. Так, помолились все? Да. Несомненько, одни смерти. Это законно и справедливо. Такой наш закон. Никто не имеет права никого не обзывать, не бить, не толкать. За стол. Вот это парфос у нас. Так, разговоры. Я вообще не сильно ударю. Саванны. 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 Один кусочек мяса ему Мясо горячее Крапива наелся Губы сжег, волдыри Это ничего не значит? Так, внимание! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй на... Аминь! Давайте договоримся так Если кто просит первого половина, то второго тоже половина будет Поэтому первое ешьте целиком, и второе будет у вас целиком Если первая половина, то и компот половина будет Чтобы вы не выигрывали Все, целиком ешьте первое А на втором, на третьем можете половинку делать Ишь хитрит, они обманывают меня тут Возвращая в калерий Возвращая в куроке Так, Арсений! Далее подожди С puppets Так, Собяки, советую Так, Арсений! Так, Аксения! что там плохо у тебя, или что-то, или соскучился. Здесь наоборот ты покажи. Я провинился, виной в том, что одному стало плохо, а другому там скажи. И скажи, я никак не пойду никуда. Я должен стать другим. Чебе перед ними боятся, а тебе и родители. А то тебе не экзамены перед профессором. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, парню можно первое, он получил свое наказание. Или нет? Да нет первого, конечно он лишенный. Пусть сидит, тогда уже залез раз. Убрать первого от него. Ваня, отдай. Так, Ваня, вылез помаленьку, вылез все-таки. Это он заодно получил. Он наказанный должен стоять и колоскомейки вот здесь. Он заодно получил только, а это за второе уже. Это тебе для памяти, тебе не повредит. Первое, вот ты лишен, вот за раздовольный. Мы готовим фаркос. Все, вот здесь стоять, не садиться, не прикасаться. Подождите, кушать, давайте выжить. И улыбаться. Так, полное молчание. Кто слово хоть скажет за столом, вот сюда выйдет, стоять будет. Да не надо там ничего сказать. Тима, не надо передавать. Ешь. Леонида, не наклоняйся. Левее вине. Левее. Левее. Ты туда неси. Вот мы показываем, как это с детьми. Вот у них там, их всех похвалят только. Дети маленькие на руках там играют. У нас другое. Нас все осудят. Я иду на это. Потому что, знаю, это долгосрочная программа на эту жизнь и на будущую. Маленьким девочкам маленький половинку. Ларасий, Тимофей и Вика. Лиха, подходите ко мне. Пусть молодец. Пусть молодец, подследние, подследник. Пусть молодец. Пусть молодец. Так, ей давали пить, березовой? Все, дали. Все выполнили. Скофей присознанно. Пусть молодец. Так, это у меня самые маленькие, они получают поддержку. Кулашка, ты где твоя? А Андрюше можно, он тоже маленький. Нельзя. Он даже меньше Тарасию, наверное. Я же ее определил. Нет, он здоровый, средский парень. Восемь лет. Восемь лет уже. А мне девять. Держи. Так, и Маклей. А Тарасию девять лет уже. Тарасию девять, а ему восемь. Тараси маленький. Он хоренький, я знаю, кому дать. Я не маленький. Держи. Тихо, молча. Так, все. Главное, все узнали, сколько Тараси. Тараси, ешь давай. Второе, бери. Понял? Сам ешь. Второе, бери. Опять змеряешь. Второго ты не лишен. Кусочек делал. А что это за ягоды стоят возле меня? Светя Люба Минаева дала. Светя Люба Минаева вчера угостила. Ну а как поделить такое? Не знаю. Вон показывает. Второе, дайте его. У него нету первого. Светя Люба Минаева. Он же не кустит. Нету. Слава Христу. Слава Христу. Христу. Нету. Их тут что-то.